В феврале 1959 года в горах Северного Урала пропадает группа советских туристов из девяти человек, а две недели спустя их тела были обнаружены у подножия горы Атартен, что в переводе с языка аборигенов означает «гора мертвецов». Место назвали по фамилии руководителя экспедиции «Перевалом Дятлова». Меня зовут Костя Немуви, и это Кинофокс. Спустя много лет после трагедии американская студентка Холли Кинг заинтересовалась этим делом настолько, что решила собрать новую группу и отправиться в это загадочное место. Толчком послужил фильм об экспедиции американских ученых, которые пытались раскрыть загадку гибели группы Дятлова, но не достигли никакого успеха. Преподаватель Холли предложила ей взять это дело для написания проекта по психологии, а та пригласила своего приятеля Дженсона поработать на нем в качестве кинорежиссера. Они подали на грант и выиграли его. Преподаватель рассказала, что впервые узнала об этих событиях из повести советского журналиста Ярового, который очень скоро после выхода книги погиб в автомобильной аварии. Дженсен подозревал, что таким образом власти пытались скрыть что-то ужасное, и хотя сейчас люди много знают о событиях тех лет, полная картина остается загадкой. Самое распространенное объяснение – гипотермическая деменция, и хотя такое случается с теми, кто подвергся замерзанию, в данном случае одновременно раздеваться начали все 9 опытных туристов, а этого просто не может быть. Второй частый ответ – это лавина. Но если они услышали сход лавины, то почему сидели возле лагеря 3 часа без обуви? Так что загадка, как говорится, без отгадки. Но один из ответов – это тайны русских военных, что заставляет думать, что правды никто никогда не узнает. Первым этапом путешествия является перелет из Орегона в Челябинск, откуда группа отправится на гору мертвецов, которую народ Манси назвал так из очереды необъяснимых смертей и таинственных исчезновений. Итак, в состав экспедиции вошли звукооператор Денис, альпинист Энди, президент Ассоциации следопытов Северо-Запада, покоривший все крутые вершины США, и его друг Хаузер, который целый год покорял Гималайя. Собрав группу, ребята начали готовиться, закупали рацион, изучали карты и тренировались в горах. 25 января команда отправилась в путь. Спустя время по всем ТВ-каналам США проходят сообщения о пропаже пяти орегонских студентов в горах Урала. Спасателям удалось найти их вещи, палатки, рюкзаки и другое оборудование. Корреспондент нашего ТВ сообщил подробности о более чем странном исчезновении группы американских документалистов, хотя эксперты строят свои версии причин исчезновения. Зимой тут мороз до 50 градусов, сильные пронизывающие ветра, причем их направление постоянно меняется. То есть, если человек идет против ветра и кажется, что он идет по прямой, на самом деле он может ходить по кругу. Высказываются предположения о вмешательстве внеземных аппаратов, которые множество очевидцев видели в этих местах, или даже о появлении снежного человека. Старожилы народа Манси припоминают грохот и огненные шары над горами в те дни, когда пропала группа Дятлова, и считают эти места порталом в потусторонний мир. Студенты хотели повторить печально известный поход Дятлова, и им это, похоже, удалось. Ведь спасателям все же удалось найти камеру, на которой были запечатлены последние дни жизни документалистов. Группа хакеров выложили на своем портале кадр, где Холли говорит о темноте, которая пошла за ней из-за открытой двери, а Дженкинс успокаивает девушку, хотя та уверена, что они не выберутся из этого места. Действие переносится на месяц ранее, когда живые и веселые студенты едут на Урал. В поезде они веселятся, надеясь на успех и всемирную известность. Энди горд своим приобретением, телефоном с GPS, который поможет им ориентироваться в горах, а Холли проводит тесты, выясняя желание людей ходить по горам. Вскоре группа приезжает в городок Ивдель, где ребята планируют взять интервью у единственного уцелевшего участника экспедиции Дятлова, который сошел с маршрута из-за болезни. Но теперь он задержится в психиатрической больнице, но врачи не пускают американцев внутрь, и они успевают увидеть только старика, показывающего им листок с надписью «Уходите». Вечером группа идет в местный бар. Бармен наливает им местного самогона и говорит, что местная группа... Кхм, простите, не удержался. Что группа Дятлова в 1959 году по пути зашла сюда же и выпила то же самое, что и американцы. Там они знакомятся с Сергеем, говорящим по-английски, который довозит ребят до поселка Вижай, являющейся последней точкой перед выходом на маршрут. Мужчина рассказывает, что его тетя – учитель английского языка, и она принимала участие в поисках группы Дятлова. Женщина утверждает, что в 1959 году у горы мертвецов было найдено не 9 тел, а 11. Рядом с последними двумя, выглядевшими совсем не так, как остальные, лежал какой-то неизвестный ей прибор, но ничего из этого не было указано в отчетах. После разговора ребята отправляются в пеший путь. На ночь они останавливаются и разбивают лагерь, ведь погода начинает меняться. Хаузер готовит походный ужин, и ребята весело проводят время, подшучивая друг над другом. Ночью люди видят в небе странные огни и вспоминают сообщения об оранжевых вспышках над лагерем Дятлова, но решают, что все равно не смогут разгадать эту загадку и отправляются спать. Однако утром они замечают вокруг палаток множество необычных размеров следов босых ног, похожих на человеческие. А самое главное, у следов нет начала и конца. Как будто какие-то существа в лагерь не приходили, а прилетали. Тем не менее, они отправляются исследовать округу. Вскоре студенты находят заброшенную метеорологическую станцию, вокруг которой обнаруживаются такие же следы. А в будке станции лежит вырванный человеческий язык. Денис впадает в панику и просит Холли уходить. А Дженсен рассказывает о перевале в Китае, где животные и птицы врезаются в скалы, а люди сходят с ума и умирают. Говорят, что это случается из-за звука ветра. Холли признается, что видела такой же сон. Горы, снег и какую-то дверь, за которой находилась темнота. А потом она услышала о перевале Дятлова и поняла, что узнает все не где бы то ни было, а именно тут. Во время их разговора камера фиксирует, как далеко на заднем плане пробегают две человеческие фигуры. Позже они идут дальше и приходят к перевалу Дятлова. Когда-то девять человек разбили лагерь на этом самом месте, поужинали и легли спать. Но где-то между девятью и одиннадцатью часами ночи нечто, что официальные власти назвали неизвестной непреодолимой силой, вынудило их покинуть палатку в таком ужасе, что они разрезали ее изнутри и бежали в ночь, где было 28 градусов мороза. Холли обозначает места, где нашли их тела. Первый погибший – Рустем Слободин. Второй – Игорь Дятлов, лидер группы и самый опытный турист. Вероятно, это была его идея покинуть палатку. Зинаида Калмогорова находилась ближе всех к лагерю, единственная жертва, которой сопротивлялась, ведь у нее был вырван язык и большая часть ротовой полости. Людмила Дубинина, Николай Тибо Бриньоль, Александр Золотарев, Александр Колеватов – причиной смерти всех было названо переохлаждение. Но у Рустема и Николая при этом были обнаружены серьезные повреждения черепа, а у Людмилы и одного из Александров были сломаны ребра, чего не наблюдалось у других. Ни на одном из тел не было следов нападения, никаких внешних повреждений. Нечто пробило черепа двум мужчинам и сломало ребра двум людям, не оставив даже синяков. Кроме того, на теле Александра был обнаружен высокий уровень радиации. Но откуда и почему только на нем? Георгий Гриванищенко и Юрий Дорошенко, когда другие убежали, остались сидеть у потухшего костра и замерзли до смерти. Пока Холли проводят изыскания, Энди удивляется, что их группа каким-то образом прошла 22 километра за один день. У всех отказывают часы, GPS и даже компас боит. Некоторые ребята предлагают уходить из гор пока не поздно, но Холли уговаривает их остаться и доделать фильм. Ночью девушка замечает, что счетчик Гейгера начинает издавать сигналы и вместе с Дженсеном отправляются наверх по склону, где оказывается высокий, но не смертельный уровень радиации. Неожиданно студенты обнаруживают вход в бункер, закрытый железной дверью. Холли рвется открыть ее, хотя парень категорически против, ведь не зря российские власти построили ее тут, закрывая нечто опасное в горе. Однако оказывается, что дверь открыта, но и просто немного примерзла. Холли просит Дженсена не говорить про находку остальным, чтобы не сеять панику среди и так напуганной команды. Они возвращаются в лагерь и устраиваются на ночь. Под утро, около шести часов утра, в горах раздается грохот. Это сходит огромная волна лавины, которая убивает Денис, ранит Энди, сносит палатки и почти все припасы. Поначалу все ссорятся, пытаясь найти виновного в трагедии, но постепенно до них доходит мысль, что это было покушением на их экспедицию. Они оказывают помощь Энди и пытаются хоть как-то связаться с миром. Холли рассказывает про бункер, что выводит Хаузера из себя, ведь они мерзнут тут на снегу, а там, возможно, тепло. Студенты запускают сигнальную ракету и ждут помощи. Через некоторое время приходят двое людей и утверждают, что увидели ракету, но Энди не верит им, так как у них нет даже рюкзаков, и они не могли дойти сюда так быстро. Он остается, чтобы задержать их, а остальным приказывает бежать. Неизвестные стреляют в Энди и ранят Хаузера. Холли, Дженсен и раненый Хаузер едва успевают залезть в бункер. Неизвестные преследуют их, но студенты закрывают двери. Убегая по туннелям, они находят лабораторию, полную разных приборов и документов, среди которых есть старые журналы с фамилиями людей, погибших при исполнении воинского долга, а также сведения о знаменитом американском эксперименте по телепортации эсминца Элдридж. Хаузеру становится плохо, и он остается на месте, ведь Холли обещает найти выход и вернуться за ним. Студенты отправляются дальше вдвоем, а вскоре Холли и Дженкинс находят тела военных, которые погибли недавно. Один из них лишен языка, который они, видимо, и нашли ранее на вышке. Но другие тела очень стары и даже скелетированы. Люди открывают другую дверь, за которой чувствуется движение, и вдруг под фонарем видят точно такую же кинокамеру, какая есть у них. Более того, на ней зафиксированы те же записи. Дженкинс напоминает о перемещении Элдриджа во времени, что, видимо, произошло и с ними. Тогда многие солдаты мутировали, превратившись непонятно во что. Тут они слышат крики Хаузера и, побежав на них, видят, как их друга рвут на части два человекоподобных мутанта. Заметив пришедших, они нападают на них. Похожие на скелеты, обтянутые кожей мутанты, видимо, обладают способностью телепортироваться, так как возникают из пустоты в любом месте. Дженсон и Холли оставляют труп друга, выбегают из бункера и закрывают дверь. На их удивление, мутанты за ними не гонятся. Выжившие оборачиваются и вместо заснеженного поля видят окаменелость, образующую огромный круглый туннель. Студенты понимают, что это и есть ход мутантов для телепортации. Девушка швыряет внутрь обломки и видит, что ход активирован. Осматриваясь, пара находит на стенах рисунки местных жителей и понимает, что это именно они нашли это место, построенной древней цивилизацией, некогда живущей под этими горами. Такие порталы могут быть чем угодно, даже оружием, раскиданным по всему миру, что объясняет великие тайны. Люди не знают, куда он может их привезти, в какое пространство или время, но Дженсон делает предположение, что им просто нужно мысленно сосредоточиться на том месте, куда они собираются переместиться, и все получится. Единственное место, которое им обоим четче всего представляется, это окрестности их лагеря неподалеку от входа в бункер. Им ничего не остается, как направиться в туннель. Сюжет откатывается в 1959 год, когда советская девушка из поисковой группы находит их тела и сильно удивляется, потому что спасатели уже нашли всех девятерых участников похода. Подошедшие советские военные уносят тела в бункер, пока один майор подбирает камеру американцев, не понимая, что это. Солдат хочет отнести их к остальным трупам, но майор приказывает положить их в отдельный кабинет для осмотра врачом. Раздевая погибших, солдаты удивляются необычной для 50-х годов одежде. Раздетые тела Холи и Дженкинса, выглядящие теперь как тела мутантов, солдаты подвешивают на крюки в отдельной клетке. Сержант кладет камеру под фонарь. И когда все уходят, существа начинают оживать. Мужчина поднимает голову и смотрит на женщину. Она направляет свой взгляд на камеру, а на правой стороне ее шеи видна татуировка в форме крыла ангела, такая же, какая была у Холи. Несмотря на кучу ляпов, сюжетная линия соблюдает большинство известных фактов, хотя американо-российская творческая группа лихо распорядилась с мистифицированным наследием СССР. Однако эффект найденных кадров, купа с игрой, спецэффектами и великолепными локациями довольно качественны, чтобы обеспечить смотрибельность этого триллера. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, а также не забывайте писать, как вам этот фильм. А с вами был Костя Немуви. Увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok